Друзья, привет! Я вам расскажу, как выиграть безнадежное административное дело, при условии, что в госоргане, который хочет вас оштрафовать, работают невнимательные люди, а таких найти очень даже легко. В 2020 году мы удачно проверили этот опыт, и использовать его можно, когда штраф выписывается как физическим лицам, так и юридическим лицам. Во время пандемии 2020 года директору одного из юридических лиц, которого мы обслуживаем, пришел вызов для составления протокола в связи с невыполнением правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Штраф предусматривался от 100 до 300 тысяч рублей. Дело было проигрышное 100%, и выиграть его можно было только уловками. Мы от имени директора направили ходатайство о переносе даты составления протокола по состоянию здоровья. В соответствии со статьей 24.4 КОАП РФ, письменное ходатайство подлежит немедленному рассмотрению. То есть, госорган должен был одним днем составить решение об отказе в удовлетворении нашего ходатайства в виде определения, сразу после того, как он это ходатайство получил. Но во всех госорганах действует жесткий стереотип, которым мы и воспользовались, что на заявление они отвечают месяц, как это и предусмотрено 59-м федеральным законом. Хотя в КОАП РФ и предусмотрены абсолютно другие сроки. Когда наше определение рассмотрели и отказали по нему, то дело было уже в суде. И госорган допустил нарушение процессуального порядка, так как не рассмотрел наше ходатайство немедленно. И протокол в суде был признан недопустимым доказательством. Если это видео было вам полезно, то сохраните его себе и отправьте, пожалуйста, его своим друзьям. Также, если сочтете нужным, то поставьте лайк и подпишитесь. Я расскажу вам еще много юридических лайфхаков.